Слышали поговорку, как учили здесь, легче в любом колоде орехи, чем учиться военмехи. Я, к сожалению, военмех не заканчивал, но свои 5 лет жизни данному учебному заведению отдал. У меня супруга заканчивала военмех, двое моих племянников окончили военмех, и сейчас племянница на третьем курсе на факультете аучится, поэтому с данным вузом меня связывают и личные, и профессиональные. Конечно, это только первый шаг, но сегодня проректор сказал, что здесь сидит элита, и это правда, потому что каждый вуз славен своими сильными кафедрами, факультетами, а база военмеха – это все равно все-таки специальности, которые касаются ракетостроения, вооружений, информационных технологий. И вы, конечно, специалисты. И вы специалисты, вы даже сами еще не представляете, какую ценность вы в себе несете. Вот у каждого из вас, благодаря тому, что вы являетесь выпускниками военмеха, есть дополнительный бонус, дополнительно открыта дверь. Это не означает, что вам не надо работать, и вам будет все предоставлено, и будет так легко по жизни идти. Но как выдающиеся фамилии работают на свой род, так и выдающийся легендарный вуз, он работает на вас, который вы закончили. И неважно, какой диплом, конечно, хорошо получить красный диплом, еще лучше, наверное, вообще, с отличием, окончить вуз. Но главное не отметки, ребята. Главное – то, что у вас в душе. И вы сегодня, вы действительно, вы щит нашего государства, вы элита нашего государства. И вам предстоит это государство на себе нести. Я вот как раз, когда работал в военмехе, отвечал за воспитательную работу, и, наверное, недоработал, Саша, в том числе и Александр, и Светлана Кирилловна. Я занимался и культурно-воспитательной работой общежитиями, бытом студентов. Вот надо выводить ким слова, чтобы люди... Ну, не все же мы как бы, мы же не военные училища, понимаете? Ну, может быть, кто-то бы от души захотел бы исполнить. Потому что все начинается с мелочей. Все начинается с себя. И я однозначно хочу пожелать, помимо профессиональных успехов, они уверены у вас у каждого состоятся, неважно в каком направлении. Потому что образование не подразумевает под собой вот сто процентов, что вы вот здесь себя найдете. У вас просто очень сейчас широко раскачана голова с точки зрения принятия каких-то решений, и особенно вы закончили технические специальности. Это, знаете, не просто так. Это очень большой труд, я знаю, что это такое. И самое главное, чтобы помимо того, чтобы вы состоялись как специалисты, я желаю, чтобы вы состоялись как люди, как члены нашего общества, чтобы вы создали нормальные крепкие семьи, чтобы у вас у каждого была своя половинка, и чтобы у вас у каждого была крепкая семья. Я желаю вам крепкого здоровья, профессионального роста, ну и, конечно, удачи. Добрый путь, ребята!